При всей своей прелести летний период несет с собой и ряд неприятностей. Пожалуй, среди них первыми в списке являются комары. Как сделать так, чтобы отдых на свежем воздухе приносил только пользу и не создавал дискомфортных ситуаций. Ведь всем известно, укусы надоедливых насекомых чреваты болью, жениями, аллергическими реакциями. Главная опасность – комары являются переносчиками возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний. Бояться в первую очередь стоит малярийных комаров. А этот вид довольно распространен на Брещене. Развитие личинок малярийных комаров проходит в чистых водоемах. Это пруды, зарыбленные пруды, это мелководье рек, прибрежная зона их. Это мелиоративные каналы, это прибрежная зона озер. Отличаются малярийные комары от других представителей этих насекомых более не размерами. Они таких же размеров, как и остальные комары. Несколько длиннее ноги, сам комар изящней. И характерная посадка, приподнятая брюшко во время посадки, пятнышки на крылышках. Ежегодно в нашей республике регистрируются случаи малярии, к счастью, только завозные. Среди самых распространенных видов лесные комары. Их численность напрямую зависит от количества осадков. А учитывая, что в июне и июле было немало дождливых дней, их развитие происходило весьма активно. Среди опасных насекомых и те, кого бояться стоит в течение всего года. Очень неприятен человеку так называемый подвальный комар. Эти комары встречаются в течение круглого года. Развитие личинок этих комаров проходит в водоемах самой разной степени загрязенности. Это могут быть поля фильтрации, это могут быть отстойники очистных сооружений, это стоки каких-то промышленных вод, это могут быть емкости для сбора дождевой воды на огородах. Комары, о которых мы говорили, могут явиться прежде всего еще и переносчиками различных инфекционных заболеваний. Это арбовирусные инфекции, лихорадка западного Нила, лихорадка лихорифальнийской группы, это тулеремия, бруцеллез и паразитические черви. Очень неприятное заболевание, которое называется дирофилириозом. Неприятные ощущения от укуса комара – это малая часть беды. Последствия могут стать самыми плачевными. А потому специалисты настойчиво рекомендуют брещанам быть максимально осторожными и предусмотрительными. В борьбе с вредителями все средства хороши. Помимо разрекламированных репеллентов, в помощь Советы народной медицины. Хорошо отпудивают комаров народные средства. Например, отвар пижмы или багульника, нанесенный на открытые части тела, может защитить от укусов комаров на 10-12 часов. Можно пользоваться гвоздичным одеколоном или настоять на любом одеколоне или на водке – это цветочки, пряности, гвоздики, которые мы используем в кулинарии. Можно применять для этого мази различные на основе эфирных масел – ментолового, эвкалиттового, бальзам «Золотая звездочка». Все это хоть на непродолжительное время, но отпудивает комаров. София Бережная, Денис Валичкевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.